Новая демонстрация силы от Николаса Мадуро. Военное учение в Чаральяве при участии 5 тысяч солдат из Боливии. Одного из немногих союзников правительства Мадуро в Латинской Америке. Руки прочь от Венесуэлы. Империя гринга. Янки, гоу холм. Мадуро обеспокоен возможным переходом армии на сторону самопровозглашенного временного президента Хуана Гуайду. По данным агентства Рейтер, администрация президента США, поддержавшего Гуайду, начала прямые переговоры с венесуэльскими военными. Впрочем, высокопоставленный источник Рейтер в Вашингтоне сомневается, что они увенчаются успехом. До сих пор армия сохраняла верность Мадуро, в том числе опасаясь за безопасность своих семей. Пока из двух тысяч венесуэльских генералов лишь один публично поддержал оппозиционера Гуайду. Ранее это также сделал военный атташе Венесуэлы в США. В Москве резко осудили прямые контакты Вашингтона с венесуэльскими военными. Прямое обращение иностранного государства к вооруженным силам другой страны, в какой бы форме оно ни осуществлялось, в целях изменения ее позиции и изменения по сути присяги, является абсолютно неслыханным вмешательством во внутренние дела суверенного государства. МИД России отмечает, что Венесуэла не обращалась к Москве с просьбой о военной помощи. Зато попавшая под американские санкции государственная нефтяная компания ПДВС открыла счет в российском Газпромбанке и просит партнеров переводить средства от продажи нефти именно туда, сообщает агентство Reuters. Газпромбанк это отрицает, хотя и подтверждает, что в банке есть счета венесуэльской ПДВС. Тем временем международная гуманитарная помощь для Венесуэлы застряла на границе с Колумбией. Президент Мадуро отказывается ее принимать, называя унизительной подачкой Запада и отрицая катастрофическое состояние экономики. В результате гиперинфляции почти в 2 миллиона процентов в стране не хватает базовых продуктов и медикаментов. Глава парламента Хуан Гуайдо сравнил ситуацию с геноцидом. «Они хотят заблокировать гуманитарную помощь, чтобы не выглядеть жертвами. Это почти геноцид». В итоге гуманитарную помощь складируют в колумбийском городе Кукута. Накануне туда прибыла группа венесуэльских врачей. Они устроили демонстрацию, требуя пропустить помощь через границу. Екатерина Бучнева. Настоящее время.